Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Быть или не быть алкогольным коктейлем в саратовских магазинах, областные депутаты и общественники планируют снять их с прилавков. Сейчас их продажи просто ограничены временем и возрастом покупателей. Надолго ли? Ситуацией разбирался Роман Стекалов. Снять с прилавков полные вето могут наложить на слабоалкогольные тонизирующие напитки. Сейчас их продажа ограничена лишь тремя пунктами. Временем только до 10 вечера. Территориальной расположенностью нельзя торговать с такой продукцией рядом с детскими и подростковыми учреждениями. И возрастом купить напиток разрешается лишь тем, кому 18 и старше. Но этих мер недостаточные, считают эксперты. Хотят полностью запретить продажу слабоалкогольных энергетиков. Как это и сделать, обсуждают на заседании рабочие группы, областные депутаты, общественники, юристы и представители Роспотребнадзора. Беспокоятся об одном, кто и как будет следить за соблюдением закона, если вдруг его примут. В рамках административной ответственности пока непонятно, что это непрактично, какие последствия, какие нарушения и какие штрафы будут за то, что данный закон будет нарушаться. Но это не единственная проблема, с которой придется столкнуться. Вряд ли обрадуется запрету представителей бизнеса общества. Не придется решать, как быть скромными партиями уже закупленного, но нереализованного товара. Если чувствовать не будут, во всяком случае, то в чём. Потому что можно бизнес построить на полезных вещах, которые, так скажем, укрепляют здоровье наших граждан. Что есть на алкогольной концепции Российской Федерации, где чёрным по белому записано, что в данном вопросе нужно рассматривать приоритет жизни и здоровья людей перед приоритетом бизнеса. И здесь нам нужно, это высший закон, извините, Российской Федерации, и нам обязательно нужно будет его учитывать. В сферламентарии также придерживаются мнения, что с бизнес-сообществом могут возникнуть проблемы. Поэтому уже сейчас планируют способы их решения. В рамках оценки регулирующего воздействия как раз будет встреча со всеми бизнес-сообществами, это всеми общественными организациями, представляющие как раз предпринимательский подход, где будет как раз обсуждаться, насколько велики в данном случае эти будут последствия, и насколько на сегодняшний момент в рамках политики и оздоровления молодёжи, и вообще это все все нации. И даже законопроект является приоритетом. Об оздоровлении нации на заседании рабочей группы говорят и сами представители молодого поколения. Если говорить химическим языком, этиловый спирт, содержащий клефеин и клефеин. Ну, клефеин и клефеин может меняться или отсутствовать в каких-то социальных. Ну, это два принципиальных составляющих. Алкоголь и химический тонизирующий напиток. Есть медицинское заключение, которое давал Саратовский государственный медицинский университет, где чётко написано, что он плохо доверяет на сосудистую систему, психическую, психо, ну, на психику детей. И он действует, его вкусовые качества, цветовая реклама вся основана именно на подрастающем поколении. Кроме того, в Северсии отмечают полный запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Уже действует более чем в 30 регионах России. Существует карта, на которой изображена карта России, где в 31 субъекте Российской Федерации уже принято. Действие закон изображено зелёным, жёлтым. Готовься к принятию, красным? А нет. Ну, в синем это принято, без участия молодой глади, это там 4 субъекта. А вот в Саратовской области тоже стоит в жёлтом свете, что означает готовность к принятию. И это, конечно, позитивное изменение. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в Саратовскую областную думу. Если депутаты решат его поддержать, то на этой карте появится ещё один зелёный регион. Роман Старикалов, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Изменит ли процедуру приватизации областного имущества? На этот вопрос сегодня далее развернутый ответ представителей общественной палаты Саратовской области. Как рассказали участники специальной встречи, предполагалось, что соответствующий законопроект будут вносить поправки. С подобной инициативой выступил Комитет по экономической политике, собственности и земельным отношениям региона. По замыслу разработчиков из списка на приватизацию необходимо изъять объекты общей площадью менее 100 квадратных метров. Такая мера должна была ускорить принятие решения по приватизации и увеличить количество продаж недвижимого имущества областям. У общественников подобной инициативы поддержки не нашла. Полагаем, что изменение процедуры и исключение такого количества объектов может повлечь меньшее количество людей, которые об этом знают. И пожелают участвовать в авторитетизации. Соответственно, чем меньше есть будет знать о таких объектах, тем меньше возможна конкуренция в торгах. И, соответственно, меньше больше рисков нет сговора и коррупционного фактора. Мы разрешаем против этого, и, соответственно, предлагаем свои предложения. Решение об отказе в принятии поправок было принято совместно с представителями прокуратуры. По мнению надзорного органа, предложенные изменения сделают аукционы по продаже регионального имущества менее прозрачными, что может повлечь за собой нарушение законодательства. Агитация на рельсах на перроне железнодорожного вокзала сегодня встречали поезд ЛДПР. Все ждали, что приедет и сам Владимир Вольфович. Но лидера партии задержали дела в Москве. О том, кто и как встречал либеральных депутатов в Государственной Думе, узнала Ксения Фактистика. Самые скромные фанаты от камер прячут лица и даже плакаты. В отличие от их кумира, который славится как раз своей эпатажностью, встречают агитпоезд ЛДПР и пишут взглядом, где же он, Владимир Вольфович. Ну, глава войска, такой самосвязь сейчас, и такая ситуация, это повреждение в стране. И мы встречаемся на той станции, а он выступает в Лидии, во всей России, во всей России. Разочарование не убавляет активности. Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, то все Америки моментально берут плотное кольцо. Ведь остановка в Саратове всего на час, а вопросов в сотни. Я уже у вас официально, и вы официально нам в 17-й год нас перенести. Я не могу официально, потому что... Я вам принесу это ваше письмо. В рейтинге самых популярных вопросов о судьбе проблемных электричек, жилищно-кутовые трудности, а также много личных просьб, как, например, у пенсионерки Валентины Ионовой. Мы просим, чтобы на тех стекле было выделено для задоводных участков место, чтобы люди пожилого возраста от 60 до 80 лет не могут ехать на третью дачу на солнечную. Нам нужно только на тех стекле. За 40 минут остановки партии ЛДФР собрала больше 100 различных обращений. Юристы обещают, каждая из них будет рассмотрена. Те, кто не успел передать свои просьбы лично, смогут сделать это уже в следующем году, на юбилейном, 20-м Азитпольске. Те, кто не успел передать свои просьбы лично, не успел передать свои просьбы лично. Смирнова исследовала коммунальное дно и попыталась вывести на чистую воду тех, кто ее замутили. Специальный рекомендант. От креста и белизны фильтра, которому всего-то два дня от руду не осталось, и следа, мимикрировал от стать питьевой воде. В ее образце, а также сам фильтр Николай Виктулевич, словно трофей, несет в марксовский водоканал. Маши, все за себя. Маши, то давайте решать ваш вопрос. Не желает купаться, извините такой славы разговор предсветителя, отметая в сторону, бан-директора марксовского водоканала. На подхвате еще два сотрудника дают понятие, будут общаться лишь за закрытыми от посторонних глаз дверями. Простовыми немецкими колонистами Маркс сейчас далек от хваленой германской педантичности. О том, какая вода течет из кранов, с ней жители снимают в документальной зарисовке. И такую воду мы пьем. А именно раз выключу, прям, знаете, вот черноха идет, черная-черная прям. Чайники лаки, ты постоянно только чистишь, 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 и вот в ванну пошли. Сегодня вода окрасила ванну не в черный, а ржавый цвет, а в шумитаз и посуду. И избавиться от налета сомнений в отношении качества воды. Наталья Райконова не в силах. Ну, что у меня тоже вода не в сильном. А кто знает, может, от воды? Вот у него 8 срослых, у него сейчас 245 килограмм. А вот это будет кишечник. Если есть ржавые трубы, если есть значительное количество железа в питьевой воде, мы не можем гарантировать, что эти трубы не имеют каких-то микротрещин, понимаете? Если они где-то пролегают или залегают рядом с какой-то кондиционной степкой, конечно, могут быть какие-то осложнения. Здесь мы больше боимся кишечных инфекций. Это чаще всего тогда, когда в воде есть какие-то бактерии. О том, что дело не в воде, а в старых трубах, не скрывают в марксовской районной администрации. Но, кажется, искренне удивляются при виде фильтрованной воды. Когда же мы сейчас взяли просто на пробу, вот, в кровь дождится на дне, что есть, это нормально? Ну, нет, 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 не всегда. В бутылке из мутной воды марксов помогли бы федеральные областные программы, но сначала водоканал должен разработать весь проект. Чиновник, хотя и пытается фильтровать разговор, суть одна – заставить руководство предприятия подготовить проектные документации, он не в состоянии. Первый разговор, допустим, согласен, давайте, хорошо, давайте с тобой совместно, проект там с нас. А все остальные будут, что он спрашивает, ну, пока нет. То есть, пока неизвестен, когда мне подготовят этот проект, правильно ли? Ну, пока нет. Неприятный осадок от разговора не могут повлиять на водоканал. По сути, стратегический объект находится в частных руках. А значит, разговор о замене труб во всем городе пока абстрактный. Зато вполне реальные цены в платежках за несуществующие услуги. Помимо того, что я им плачу за откачку, как вы считали, в этой клетанции, вот здесь четко русским языком написано. Услуги по откачке и вывозу жидких отходов, значит, я заплатил за это. И мне в клетанции приходит еще раз водоотведение еще в шесть кукурузу. Я в шесть откачал за 600 рублей, и мне на шесть еще приходит еще одна кветанция. В результате проверки в отношении директора ОВД канал по части 2 статьи 14.6 в кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации было выдвижено административное дело. Поставление к лечению комсессивной ответственности, оказана сумма порядка 700 тысяч рублей. Но он все равно продолжается в настоящее время. Непрозрачная схема в ОВД канале Маркса не разглашает, но отличная информация все же произошла. Бизнесмены вроде как пытаются эффективно обанкротить предприятие. Почему так все переживаете? Вы не переживаете. 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 А у вас какая? Откуда информация? Откуда информация? Откуда есть, что скрывать? Просто не у нас, а вы проверьте, что послушайте. А нам расскажите. Давай. Когда вынесут заключение суда, вы тогда придете сюда. Вот у вас там, 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 там. Ну, вот это, пожалуйста, вы поспешите, да, вывести все свои счета, чтобы когда суд не пройдет, чтобы уже ничего не было. Это не наша проблема, я не знаю, мы не собираемся им отчитываться. Отчитались. Заменили трубы в одном из районов города Маркса. Провели экскурсию по своему предприятию, отфильтровавшую информацию. Но о возможной ампилированности, о проверках Б, в действительных счетах данные утекают, как вода, которая совсем скоро, при такой скорости течения проблемы, может обернуться до Маркса. Технодельный поток срочный. Мария Смирновна, Лидерсов, Саратов, 24. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом году избрали лидерами 23 организации. Читатели печатного издания признали их победителями в различных номинациях, среди которых лучшая аграрная, коммерческая и промышленное производство, а также лучшая управленческая компания. Саратовская вокалистка споет на одной сцене с Полиной Гагариной, Александром Панайотовым и участниками проекта «Голос». 16-летняя Дарья Брестель вышла в финал крупнейшего эстрадного джазового конкурса, который прошел на днях в Москве. О планах будущей звезды наши корреспонденты узнали из первых уст. На перроне Дарья встречали родственники, друзья и наши съемочные группы. Поезд у Москва Саратов. Домой возвращается уже не просто саратовская вокалистка, а резидент известного в мире музыки клуба «Джаз Паркинг». 16-летняя Дарья Брестель. На перроне встречают родственники и друзья. В багаже Даша привезла и награду с международного конкурса эстрадного джазового вокала «Мюзик Паркинг». Вообще это был конкурс другого уровня, здесь намного ниже абсолютно уровень. Я приехала и думала, что будут обычные конкурсанты, как в Саратове, в других городах, но там были все очень сильные, я прямо все завиделась от начала. Участие в финале такого конкурса стало для Даши приятной неожиданностью. А еще больший восторг вызвала награда. Теперь у Дарьи появилась возможность выступать на одной сцене со звездами российской эстрады. Из 30 участников такой шанс выпал только шестерым. Так сертификат, потому что я могу участвовать во всех проектах «Черс Паркинга» и являюсь его резидентом. Уже дома. Странно, но гордо. Даша показывает свои многочисленные награды. Главное, этот самый сертификат, привезенный из Москвы. По успеху девочка начала, когда ей было всего 5 лет. Здесь лет 10, наверное, и мне вручают губернаторскую премию денежную в размере 19 тысяч рублей. Зато в МНГ было много и круто. Теперь приоритеты изменились. Провинциальную сцену заменила столичная. Даша старается везде брать только высшие награды. Это было на самом деле самым ценным за всю мою жизнь. Потому что я смотрю постоянно «Голос» и «Черс Паркинг». И мне очень нравится то, что они делают. Я тоже хотела бы с ними быть в этой стиле. И мне получилось. При этом в столь юном возрасте Барья уже сумела преодолеть в себе чувство страха и волнения перед каждым выходом на сцену. Именно так и было на последнем конкурсе. На тот момент мысли девочки были заняты совсем другим. Волнение за то, что я не успею сфотографироваться с майотом. Единственное, что было у меня перед конкурсом. Но я успела. Когда уже ты находишься где-то полчаса возле сцены или за сценой, и ты уже ощущаешь, что для одним из них они для тебя перестают быть знаменитостями такими в стиле визират. Просто обычные люди. Заходом многочасовых репетиций Дарьи обычно следит мама. Она же по совместительству преподаватель вокала. Как минимум один час в неделю Даша также уделяет занятиям вокалом и в музыкальной школе. Несколько дыхательных упражнений просто необходимы для разогрева связок. Через три недели семья Дрестер снова отправится на очередной конкурс. Однако теперь участникам нужно будет спеть песню собственного сочинения. Но и это не составит для Даши особого труда. С восьми лет девочка сама пишет тексты своих песен. В один-трекратный момент проснулась, я сочинила слова и музыку. Она мне вот тыснилась, она сказала. И она сделала ничего на дескат. Я говорю, Даш, ты уверена, что это никто бы тебя не сочинил? Тогда мама Дарья с трудом верила, что ребенок настолько талантлив. За все это время ее дочь не трое-двало ни одного вокального конкурса. После окончания школы девочка планирует получить высшее музыкальное образование. И покорить всю Россию своим голосом. Грань Аратова, Садов Гошумова, Олег Береков, Саратов 24. Это были главные новости к этому часу. До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok